Всем привет! С вами я Александр Демидович. Сегодня 4 февраля 2021 года. Сегодня я решил отчитаться перед вами. Ровно неделю тому назад публично я озадачился вопросом к депутатам городского совета. Я поинтересовался о их мнении стоит ли и будет ли распределена АТГ Полтавы на округа и между депутатами для того чтобы каждый житель знал кому конкретно можно обратиться с тем или иным вопросом для коммуникации с властью. Письмо открытое я выставил его и в группах и на страницах и на личных страницах и отправлял в личку для того чтобы максимально обратить внимание. Из 42 депутатов я отправил письма 30. Но если честным быть то я приуменьшил эту цифру. Ну давайте будем так вот грубо. Из них из 30 отозвались только пятеро. Пять депутатов городского совета Полтавы мне отозвались и дали хоть какой-то ответ. Ну я вам скажу судя из того что я услышал да кстати пятеро это составило 16 процентов от 30. Согласитесь процент очень низкий. Говорить о том что не реагирует на Тимедовича я не хотел бы потому что все кому я отправил письмо меня знают лично. Но суть не в том. И вот значит судя из того что я прочитал в ответах они опубликованы скрины их на странице две депутат Полтавской Минской Рады созданы мной еще прошлую каденцию. Я понял что такого распределения не будет. И на четвертом месяце этого не произошло. Нету законных оснований на распределение. И это происходит как бы с целью перекрыть то что большинство депутатов все-таки у нас прошли по спискам. То есть это реально не те люди за которых проголосовало большинство. А те люди которые первыми стояли в списках партии за которые проголосовало большинство. Ну вот такая коллизия. И ну вот буквально на днях я уже встречаюсь с людьми. Люди задают вопрос. Саша кому же на обращаться. У нас есть и те вопросы. И по ЖКХ вопросы. И по СББ вопросы. И вопросы вопросы вопросы. Люди уже довольно долго ждут коммуникации с властью. Но конкретной коммуникации не будет. Похоже в эту каденцию. То есть как я понимаю у нас будут депутаты которые хорошо разбираются в ЖКХ. Будут депутаты которые хорошо разбираются в ОСББ. В озеленении. У нас даже есть депутаты которые депутат который хорошо разбирается в вопросах веры и вероисповедания. То есть с этим вопросом можно будет к нему обратиться. Но до смешного. Но к сожалению так и есть. Всем хорошего настроения. Я не задерживаю ваше внимание. Пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok